Доброго трямса, друзья! Мы продолжаем наше многострадальное выживание за каннибалок-психопаток. В прошлой серии мы занимались постройкой фермерской мастерской, а также мастерской портного. В этой же серии, наверное, займемся недостающей одеждой, ну и, возможно, продолжим переезд всякого ненужного в глубину колонии. Ну и да, перед тем, как мы начнем, напомню, что лайки и комментарии показывают автору, насколько вы заинтересованы в дальнейшем прохождении. Ведь видосик, который не вызывает никакой ответной реакции, это видос по неинтересной тематике. А снимать такой видос, ну, нет смысла. Ну, я надеюсь, ты правильно поймешь этот намек, а мы приступаем. За кадром я успел достроить вот это помещение. Ну, как достроить? У нас, в принципе, были намечены тут кое-какие вот эти текстильные стеллажи. Я их настроил, точнее, я их построил и настроил. А еще несколько перенес вот отсюда. Я вообще забыл, что у нас здесь вот эти стеллажики стоят. Здесь я поставил повышенный приоритет, как видите. На этих стеллажах приоритет высокий. И здесь я что сделал? Во-первых, сделал вот эти стеллажи, они строго под определенные виды ресурсов. То есть, допустим, вот этот хитин, кевлар, гиперткань, хитиновый покров. Здесь модули питания и смесь пасты. Толстая носорога слона кожа. Здесь конопляное полотно и только оно. Дракон барги страптор. Текстильный стеллаж из досок. Это я просто, видимо, не решил подо что. А, это вот так же, как вот здесь вот под любую, короче. Вся на одежду. То есть, все то же самое, что здесь, но только дублированное и с приоритетом чуть-чуть пониже. То есть, если здесь не хватает места, то перенесут сюда. Что еще я такого интересного здесь сделал? Ну, вот сюда вот поставил стеллаж. Здесь у нас будет текстиль под любую мебель. То есть, здесь вот мы смотрим лисья шкура там и шерсть муфала. Да, это замечательно. Но если вам, допустим, надо поставить кресло или диванчик, там больше влияет привлекательность. И привлекательность это все-таки в первую очередь немножко другие ресурсы. Это, во-первых, значит, что у нас? Кожа рептилии по привлекательности очень ничего. Но она же идет замечательно на медицинские кровати. Волшебный мех и бум кожи. То есть, у этих ресурсов вообще прям вот дофига привлекательности. И делать из них мебель для гостиной, допустим, будет вообще идеально. Теперь, что касается фермерства. Да, как видите, у нас тут опять проблемы. Почему так? Потому что я все-таки отключил у ряда наших колонистов носильщика. Я начал наблюдать за строителями. И строитель, короче говоря, вот это вот помещение, то есть элементарно полы, не мог построить три дня. Почему? Потому что он ставил одну клеточку, после чего бежал куда-нибудь вот сюда заправлять какую-нибудь лампу. Это невозможно просто. Единственный вариант, как я понимаю, это завербовать конкретно двух-трех колонистов, которые будут заниматься только заправками всякими и больше ничем вообще. Но ставить всем не вариант совершенно, к сожалению. К сожалению, не вариант. Так, голодранку, унеси, пожалуйста, вот эту готовую еду, а то она здесь испортится. Потому что переноской у нас никто не занимается. Как видите, вот здесь вот я назначил раскопки коридора. Зачем? Я вот здесь хочу делать ферму. Вообще, в идеале, конечно, у нас очень много времени тратится на переходы. И по-хорошему нам надо перенести линию обороны вот сюда сделать. Ну, во-первых, тогда у нас не будет такого, что противник наступает вот отсюда и пытается здесь проломиться. А нам отсюда даже стрелять по нему нечем. Вот. То есть нападения будут с одной стороны. И ходить не так далеко придется. И самый главный момент это то, что мы сможем выращивать культуры когда угодно. А не как сейчас. Кстати, а что у нас сейчас? Да ладно, кто сказал разрешить сеять? Вы что, рехнулись что ли? Сейчас немножечко так совсем прохладненько. Минус 20 градусов на улице. Ну, совсем чуть-чуть. Короче, задач у нас дофигелион просто задач. А рук, как обычно, жутко не хватает. Что касается одежды, значит, мы так и не заглянули вот сюда. Здесь только тактический шлем. Ну, в тактический шлем мы заглянули. Но, допустим, можно сделать очки авиаторы. Почему нет? Пасты у нас достаточно. А у нас почти ни у кого нет этих самых авиаторов. Поэтому давайте мы сделаем авиаторы. Ну, и по металлам будем делать, естественно, наверное, из столюги. Больше ничего другого делать и не хочется, и не можется. Просто других ресурсов у нас нет. Вот так, компонентов не хватает. Нифига себе, блин. Нам не хватает элементарнейших вещей. Просто элементарнейших. И сразу же нам надо будет посмотреть, хранятся ли они у нас вообще где-нибудь, эти авиаторы. Маска штурмовика есть. А вот авиаторов я здесь, честно говоря, не наблюдаю. Давайте вот сюда вот пропишем авиаторы. А, так они здесь прописаны, но не переименованы. Вот о чем я и говорил. Ищешь склад и найти его не можешь, потому что он не переименован, к сожалению. То есть, как минимум, очки мы себе сможем сделать классные. Потому что, ну, смотрите, что получается. Вот у нас, допустим, царамба жалуется на одежду. Открываем. Здесь уфаканы солнцезащитные очки. Ну, это без разницы, на самом деле. Солнцезащитные, авиаторы. Там есть разница небольшая в процентах. Но, как видите, эти очки просто, блин, с нифига добавляют вам 5% работы. То есть, они не требуют никаких особых затрат по ресурсам. И добавляют нормальный такой баф к работе. Поэтому я считаю, что их делать нужно. Просто буквально необходимо. Так, а что у нас здесь вообще? А здесь у нас ничего. Потому что у нас ребята тоже занимались усиленно заправкой. То есть, ремесленники тоже бегали и занимались заправкой. А нифига не занимались ремеслом. Совет был хороший, ребята, но не очень. Ой, мы тут еще и медяшечку нашли. Не зря копали, как говорится, да? Давайте мы сразу же, наверное, выкопаем эту жилу полностью. Не надо будет таскаться по карте, черт знает куда. И еще залежи медной руды. Ну, тут залежи еще древних компонентов. Но это не так важно, на самом деле. А вот то, что здесь залежи медной руды здесь, теперь здесь. Вот это клево, на самом деле. Если мы еще залежи оловяшки найдем в больших количествах, то будет вообще шикарно, потому что олова-то у нас как бы ква и бронзу мы делать не можем. Так, Шизяка, а ты можешь сделать нам сейчас очки авиаторов? А почему ты, черт знает куда ходил. Ну, ладно. Так, подожди, из чего делаются вообще очки авиаторов? Смесь пасты, компоненты, ингредиенты. Ну, то бишь металлы. И очки у нас сразу же готовы, да? Давайте посмотрим, что за очки. Они, кстати, получились отличные. 4 процента. 4 процента эти очки дают. Солнцезащитные, по-моему, требуют больше ресурсов для производства. Соответственно, они дают на единицу больше, но они подороже. Точность стрельбы, удары в рукопашную, ну, так, по 0,1 это так, мелочи. Минус 5 процентов во время прицеливания. Способность с переговором. Такой стоишь, типа, крутой в очках, да? И сразу же круче торгуешь. Социальное влияние. Но они, короче, блин, устойчивость... А, ну да, если, мало ли, кто плюнет в глаз, то у тебя очки, типа... Так, все, смотрите, теперь мы крутые просто, буквально. Теперь будем бегать в очках. Шизяка, нам надо теперь на всю колонию сделать эти самые очки. Для всех, буквально. И у нас медицинское оборудование, установка протезов изучено. Что у нас там дальше изучается? Давайте посмотрим. Следующая установка протезов. А, подожди, это мы медицинское оборудование сделали. А сейчас мы изучаем установку протезов. Я правильно понимаю? Так. И, кстати, мы можем сделать новые кровати. Да, у нас есть пластик. Нет, кровати, в принципе, у нас и до этого были. Но они не из пластика. А что мы можем сделать сюда? Сюда мы можем сделать хирургические лампы. Вот это, в принципе, правильная штука. Единственное, что требуется много пластика. Ну да и фиг бы ты с ним. У нас есть пластик. Ну, в смысле, у нас нет пластика. Но мы его всегда можем сделать. Только я не понимаю, зачем она тупумбе? Мне кажется, тупумбе уже вообще ничего не надо. Давайте переставим вот так вот. Губумба, поднеси, пожалуйста, материалы. Это раз. И вот эту лампу давайте мы поставим сюда. Потому что у нас именно эта кровать сейчас решает. Да? То есть на этой кровати у нас будут производиться всякие медицинские действия над людьми. Ну, в смысле, хорошие, естественно, медицинские действия. Так, что еще здесь интересного, помимо очков авиаторов, можно сделать из того, что нам нужно? Ну, естественно, сделать теплые наушники. Почему их стоит делать? Ну, просто потому что, если вы их не сделаете, то они их найдут в уфаканном состоянии, обязательно снимут с кого-нибудь и оденут. Ну, можете, конечно, их запретить, но это глупо. Потому что, в принципе, вещь-то на самом деле неплохая. Так, если мы сюда посмотрим, что она дает? Она дает способность к переговорам, опять-таки, улучшение торговой цены и не дает никаких дебафов. Плюс устойчивость к болезням, стерильность, социальное влияние. И порог нервного срыва, кстати. Ну, смотрите, какие у меня мягкие, теплые наушнички. Мне так хорошо живется. Ну, как-то так это работает. То есть единственный дебаф – это скорость передвижения 0,01 клетки в секунду. Это очень мало, на самом деле. Хотя я удивляюсь, как теплые уши мешают быстрому бегу. Не знаю. Так, давайте, из чего мы будем ее делать? Я в основном буду делать одежду из конопляного полотна. Также можно, на самом деле, из льняной ткани делать. Тоже неплохая вещь. Она дает там неплохую защиту то ли от холода, то ли от тепла. Не помню. Вот. Остальное, в принципе, идет лесом. То есть все теплые… Зачем теплые наушники делать из шерсти? Их надо делать из того, что не греется. Так, это теплые наушники. И склад у нас под них, по-моему, уже где-то есть. Вот у нас тут плохие теплые наушники. Вот так всегда, да? Слушай, а почему мы здесь храним плохие теплые наушники? Что еще интересного здесь у нас есть? Мы можем, наконец-то, одеть нашего шеф-повара в костюм. То есть костюм шеф-повара, кухонные варежки. Все это дело тоже мы можем сделать. Но давайте сначала посмотрим вот такие общие штуки, которые стоит нам сделать. Разгрузки мы можем делать. Боевые ремни мы можем делать. Тоже, в принципе, вот разгрузка вещь полезная. Давайте мы ее сделаем обязательно. Она чуть-чуть режет общую скорость работы. Зато она офигенно режет время прицеливания. На 10% быстрее вы будете целиться. Скорость перезарядки увеличивается. Это очень здорово, на самом деле. Вместимость инструментов увеличивается. Вмещаемый объем кардинально увеличивается. То есть, если вы хотите... Ну, правда, вес не увеличивается. Но зато вмещаемый объем увеличивается. То есть, вместо рюкзака очень даже неплохо. Если именно объема не хватает. Не знаю как, но еще и стерильность и устойчивость к болезням. То есть, я не знаю, они бьются... Микробы бьются головой об разгрузку и умирают, по всей видимости. Так, из чего тоже будем делать? Давайте посмотрим. Сверхпрочной, естественно, нет. В идеале, если у вас развитая колония, то стоит ее делать, наверное, из какой-нибудь там, из кевлара, допустим. А сколько там нужно? 55 единиц. Это дохриллион. То есть, лучше пока кевлар на что-нибудь другое потратить. А разгрузку сделать из того же конопляного полотна или льняной ткани. Блин, конопляшки нам намного не хватит. Других вариантов у нас пока и нету. Потому что шерсть муфала и шерсть гигантского ленивца у нас идут на кровати. Поэтому мы делаем разгрузки. Кстати, довольно дешевые. То есть, обычные компоненты 3 штуки и 55 ингредиентов. То есть, это мы точно сможем сделать. По поводу штанов. Штаны имеет смысл делать. Я вот сейчас, видите, в колонии всем делаю абсолютно буфетку, либо тунику, ту самую средневековую. Но по факту тому же самому строителю имеет смысл сделать шаровара архитектора, допустим, и футболку. А медику, допустим, сделать, по-моему, простые штаны, если я не ошибаюсь. Давайте вот мы посмотрим сейчас, что тут у нас по штанам. Да, вот, пожалуйста, плюс 3% скорость лечения и проведение медпроцедур. Ну, я думаю, что пока вот это мы не будем делать, эти штанишки. Мы лучше сделаем что-нибудь, вот эти вещи сделаем. На самом деле, 3 штуки вот эти, они тоже займут достаточно много времени у наших ребят. Так, пердельник с нагрудником, вот эти штуки тоже имеет смысл сделать. То есть и то, и другое. По поводу кошка, из чего мы будем делать? Тут не так много, на самом деле, не такой большой выбор. Это драконья чихуя, это кожа носорога, слоновья кожа. Допустим, мехкерина не идет на одежду, ну, не очень идет. Толстая шкура. И здесь шкура раптора. То есть рептилии не катит, а вот шкура раптора очень даже подходит. Ну и по пердельнику, тут конопляное полотно, либо льняная ткань. Тут вообще вариантов не особо много. Да, ребята, короче, закопаться в гору было очень хорошей идеей, потому что, блин, ледниковый период. Атмосферный состав планеты резко изменился, что привело к значительному снижению температуры. Флора и фауна страдают от этих изменений, пока биомы превращаются в более холодные виды. Ресурсы истощаются, что заставляет поселение развязывать конфликты за ресурсы. У меня нет ресурсов, ко мне ходить не надо, у меня нефти нет, демократию мне нести не нужно. Это может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Визуальные изменения появляются только после сохранения перезагрузки тихущего сохранения. Так, ребят, давайте, наверное, перезагрузимся и посмотрим, что будет. Так, ну пока я ничего не вижу. Вроде бы, вроде бы ничего особо не изменяется. Хотя, черт его знает. Может быть, я в глаза, конечно, долблюсь. Главное, чтобы сейчас белочка эта чеканутая не пришла, короче, не устроила тут тотальный писец с раскалыванием, короче, моей базы пополам. Этого биома пополам. Но каких-то супер глобальных изменений я здесь реально не наблюдаю. Тем временем мы закопались... Так, подожди, снаружи минус 10. Здесь у нас пока плюс 19. Мы закопались, как видите, практически до упора. И самое главное, я вот сейчас смотрю на это все безобразие и понимаю, что вот эту хрень-то надо было вот здесь вот строить, как мне кажется. Гринни очень любит перестраивать всякое такое вот дело. Также, какие изменения, что нам здесь вообще, по идее, надо сделать? Ну, отпустить губумбу этих балбесов, потому что они через Ахтунг здесь работали и уходить совершенно, ну, они не могли просто банально. Здесь вот где-то надо сделать комнату для животных. То есть, в идеале мы потом разведем еще каких-то-нибудь, может быть, буфало-мафало-бафало. Ну, или белочек чеканутых. Ну, а сейчас нам надо будет сделать для них место сразу. Как я понимаю, говорю, очень хорошая идея была закопаться куда-нибудь сюда поглубже. По технологиям установка протезов очередная. Да, пересадка почки, пересадка желудка. Ребяты, а у нас же там какие-то проблемы у кого-то были. Так, ну, здесь ожоговый рубец. Кстати, интересно, а можно тебе ожоговый рубец этот как-то вылечить? Я думаю, что вряд ли, потому что... Сейчас мы, конечно, посмотрим, но, по-моему, там нужны медикаменты продвинутые для того, чтобы вылечить этот ожоговый рубец. Главный вопрос, будут ли к нам ходить рейдеры вообще попытаться арестовать? Вот, провести медпроцедуру. Сейчас посмотрим, может быть, Нейна и сможет вылечить глаз. Хотя, в последний раз, когда он кого-то лечил, он там чуть руку не оттяпал. Операция на глазу, это несколько серьезнее. Что у нас по медицине? 13 уровень медицины, 3800. Фигак 7600. Нихрена ж себе. Нормально так качнулся. И по поводу, так, ну вряд ли мы что-нибудь сможем сделать здесь вообще. Ну тут как бы мозг. Слушай, а может быть лечить шрам от колотой раны? Ну мы можем ему вылечить шрам от колотой раны на голове. А снаружи будет как живой. Да, давай вылечим. Я не знаю, зачем чисто потренироваться. Отличненько, вылечили. И что у Нейна там по медицине? 11 тысяч очков. Можно деградировать дальше. И вот эта лажа, конечно, нам мешает очень здорово. И я возвращаюсь к идее. Мне кажется, что это не самая плохая мысль. Сделать эти... Они нам все равно потом понадобятся для чего-нибудь. Почему бы не сделать их сейчас? Вот, у нас медях... Медяхи у нас теперь много. Давайте мы сейчас сделаем здесь три контейнера. Хаусяка, ну-ка давай, иди работай. Блин, еще и с гостями мордобои начались. Ну, отлично, нормально. Гость приперся, набил морду Карамбе. А, ну, правое ухо, я думал, еще и правое ухо отстрелил. Нет, с правым ухом вроде бы все в порядке. Так, Крысумба, ты вообще через сколько собираешься из-под наркоза-то вылезать? Нам следующего надо. Там вроде у кого-то легкое было. У нас там суповой набор лежит. И из него можно много чего вытащить. Хотя тут, по-моему, уже все, что можно, из него уже вытащили. Ну, ладно, сейчас из гостей что-нибудь вытащим. В чем проблема-то? Да. А, еще один момент. Для того, чтобы какие-то вот не синтетические органы, а нормальные делать. Нам же сюда надо холодильник поставить, теоретически. Точнее, не холодильник. Нам надо поставить туда хладокаменную батарейку. Ладно. Сейчас у нас Губумба. Губумба у нас спит. Так, Хаусяка. Ну, вот что это такое? Как это называется? Кто тебе разрешал ложиться спать? Нейна, иди полечи художника. Главное, чтобы не рейнский художник был, конечно. Вот. И следующий тоже доделай, пожалуйста. Значит, сюда мы что берем? Вот этот вот копируем контейнер. И сюда мы устанавливаем. Какой тут будет приоритет? Обычный. Ну, и нормально. Как раз самое оно. Значит, здесь у нас приоритет получается высокий. Давайте здесь вообще максимальный поставим приоритет, чтобы вообще разобраться. Здесь, значит, максимальный на этих складах. Здесь вот высокий вот на этом складу. Складе, складах. Здесь повышенный. А вот здесь вот, вот здесь вот. Будет у нас обычный. Так, копировать, установить. Сейчас еще на третий склад отнесут. И вот эти блоки теоретически, теоретически, надеюсь, будут таскать сюда. Установите. Что-то как-то игра подлагивать начала. Что ты опять там натворил? Нейна, а ты можешь? Вот ты сейчас здесь бегаешь. Ну-ка, давай попробуем сейчас принести отсюда булыжники. Куда ты их будешь таскать? Ну, я, конечно, все понимаю. А, ну ты решил другое перетаскать. В принципе, да, полезно. Только я не понял, куда ты дальше-то пошел? Ой, как у тебя тут с вещами-то плохо. Ну-ка, Нейна, пойдем, пойдем заскочим сюда и переоденемся заодно. Вы знаете, ботиночки. Вот ботиночки уже давно, наверное, мод надо использовать. Тот мой любимый, да, вот этот вот новый мод. Так, запретить все. И сюда поставить только те материалы, которые меня интересуют. Драконья чешуя, слоновья кожа, толстая шкура и кожа носорога. Вот как-то так. Так, блин, а можно как-то, кстати, вот это хренушки, да? Хренушки. То есть это надо, вот проблема в том, что это все придется копировать на разные склады. И это очень много времени занимает. Но в определенных ситуациях можно заморочиться, на самом деле, и все это дело настроить. Но в первую очередь это покатит для складов, короче, которые, вот для инструмента, где нужен всего один материал, допустим, а все остальное идет лесом. Так, значит, и здесь у нас надо проверить, чтобы здесь точно такие же материалы были. Да, вот они, четыре материала эти здесь стоят. И только из указанных, да, давайте только из указанных материалов. Вот как-то так. Будет вообще супер. Ну-ка, будем мы ботиночки-то делать. А хренушки, да? А, нет, будем, 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 будем. Шизяка, проснись, пожалуйста, сделай нам ботиночки. А старые ботиночки надо отсюда... А, ну Нейна сейчас как раз поменяет. Ох ты, е-мое. Из толстой шкуры шедевральные ботинки. Ну-ка, давай пока пускай здесь лежит. И ботиночки можно не делать, да? Да. Сорян. А, он решил все-таки сделать ботиночки. Ну, я надеюсь, что они будут хорошего качества. Их тоже туда отнесут, потому что там у нас один склад под нормальный, и второй под хорошие и шедевральные. А чё это-то их как-то странно... Они чё, переворачиваются? Ммм, интересно. Так, что у нас здесь? Они хренашенки у нас здесь. И контейнеры, как видите, никто не заполняет. Это как-то грустненько. Ну-ка, давай-ка. Так, занято Бреннаном. Бреннан, куда ты будешь все это дело таскать? Давай посмотрим. Таскает он это куда-то. Ну, вот на этот склад все верно, в принципе. Не особо, видите, они горят желанием все это перетаскивать. И это реально немножко грустновато. Так, что здесь и как? Значит, у нас 11 на 11 блоков. То есть, каждый вот этот вот квадратик. В центре будет солнечная лампа. И, соответственно, надо выкопать пока, наверное, один, чтобы у нас это все дело не обвалилось. В уголках будут у нас колонны, туда, куда свет не достает. Там у нас будут стоять колонны, и они будут у нас поддерживать, соответственно, потолки, чтобы они не падали. А, ты бинтиков решила наделать, да? Коля, я тебя, типа, послал сюда работать за вот этот вот станок. Ты решила наделать бинтиков. И, блин, у нас болезнь чума. Кстати, сколько я не смотрел, вроде как не переносится эта болезнь ни на кого. Давай вылечим буфало. И да, у нас, кстати, крысумба полностью поправился. Наркоз легкая сонливость. Давайте посмотрим более серьезные какие-то раны. Ну, здесь понятно. Тупумба это не вариант вообще. У кого-то у нас какие-то были прям проблемы. Прям серьезные. Чего-то не хватало. Левый глаз, правое ухо. Погодите секундочку. Чапман, у тебя что-нибудь из этого осталось? Нет, ни ушей, ни глаз, вообще ничего. Подожди, нет, секундочку. Левый глаз есть. Значит, правый глаз есть. Извлечь правый глаз. А как это я вообще пропустил-то эту штуку? Это же значит, мы сейчас кому-нибудь, наверное, сможем пересадить глаз. Так, бедняжка. Ну, прости, пожалуйста. Надо, кстати, новый суповой набор набирать, наверное. Ну-ка, подожди секундочку. У кого-то у нас еще, по-моему, был глаз. Из боевиков, как бы, отсутствовал глаз. Фаеркака, кстати. Ну, подожди. Вот, Ротера, допустим. Пересадить левый глаз. Подожди, у тебя точно... Да. А то я люблю, вы знаете, да? Пересадил бы сейчас какой-нибудь другой глаз вместо... Да. Короче, было бы весело. Нам будет весело, мы начинаем танцевать. Давай проведем медпроцедуру. Ребята, наконец-то! Наконец-то! Глаз на жопу натянул, называется. Ой. Вот, кстати, зря я это сказал сейчас. Вот прям очень... Я сказал это и пожалел, потому что... Они могут. Они реально это могут сделать. Так, Нейна, я верю, что ты можешь это сделать хорошо. Пожалуйста, только не на то, на что я сказал. Да ладно, Ротера, у тебя новый глаз. Осталось еще ухо присобачить. Так, а у нас есть тут что-нибудь такое? Синтетические желудки всякие, обезболивающие ребра. Медицинское ребро. Погоди, а мы можем уже ставить что-нибудь такое? Нет, походу, дело не можем. О! Суповые наборы пришли! Нет, это не суповые наборы. Это несколько другое. Так, слушайте, один пулемет надо все-таки было поставить на эту сторону. Ну ладно, я думаю, что вот с этими ребятами у нас особых проблем не будет. Если они не проломят здесь ничего, то как бы мы с ними как-нибудь разберемся. Значит, всем базам. Давайте, кстати, сразу расширим зону базы, потому что у нас, видите, она уже несколько больше, чем была до этого. Чтобы, допустим, тот же самый Губумба не сильно отвлекался. Хотя, с другой стороны, сейчас нам нужны будут абсолютно все. И самое классное, что огры-то нам тоже в еду подходят, ребята. Огры нам тоже замечательно подходят в еду, потому что с них падает огровое мясо, да. Та же самая плоть гуманоидов. Так, там уже война пошла. Фигня, война, главное маневры, да? Так, Сисикака, а ты с какой вообще? У тебя вообще пушки нету. Ладно, окей. Так, здесь меня интересует, что происходит. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, какая лажа-то случилась! Слушай, нравится мне мины определенно. То есть в определенных ситуациях эти мины очень даже жгут. И причем даже напалмом, да? Ой, голодранка, что тебя колбасит-то не по-детски? Вы посмотрите на это. Она не может определиться. Все такое вкусное. Я не знаю, куда стрелять. Давай, определись и стреляй, куда надо. Так, крысумба, я не понял. А у тебя что, патронов с собой нету, что ли? 5, 56, 45. Что за лажа? Так, давайте. Здесь, я думаю, что уже не прицельный выстрел всем. И теперь у Карамбы проблемы. Слушай, ну вот это мне не нравится, на самом деле. Вот эти вот баги-лаги мне совершенно не нравятся. Голодранка вообще игнорирует все. Смотрите, она вообще отказывается стрелять. А что за дичь? Может у тебя... Господи, как вы достали со своими этими щитами. Давайте уже воюйте нормально. Пояс щит из Мельхиора. Вот именно поэтому я их и не люблю. Давайте-ка мы все эти пояса всем запретим нафиг. Потому что, ну... Да, они защищают. Да, вы скажете, что, допустим, ремесленнику. Ну, зачем ему оружие? Ну, в смысле, зачем ему оружие? Разные ситуации бывают. В том числе и такие, когда оружие прямо очень сильно необходимо. Так, все что ли? Вот, а вы боялись. Даже юбка не помялась. Все. Короче, надо быстренько их добить. Сначала давайте выставляем добивание. Это все-таки вкусная еда. Черт его знает, что из-за этого ледникового периода произойдет. Может быть, вообще все загнется, по звезде пойдет. И, блин, я уже стихами начал говорить. И, может быть, эти огры это последняя наша еда в обозримом будущем. Поэтому надо как бы с ними тоже что-то сделать противоестественное. А знаете, в чем самый главный плюс огров? Это в том, что с них не падает ничего лишнего. Только толстая шкура, которая идет у нас замечательно на одежду и имеет хорошие показатели по защите. И мясо. Ну, и еще сепаратор, который тоже можно переработать. Короче, это самая выгодная хрень, которая у нас есть. Кстати, насчет хрени. Давайте-ка мы быстренько перенесем всю эту хрень куда-нибудь. Так, всякие бреннаны. Давайте работать. Да, бумба тоже давай занимайся переноской. Нейна туда же. Фаеркака у нас спит. Нет, ты у нас больше не спишь. Гладранкаратера у нас и так и работают. Ну, и товарищей ремесленников и строителей мы больше тоже не трогаем. Так. А резака вот хорошо. Резака лучше всех устроилась, на самом деле. В том плане, что она просто отказывается что-либо носить. Ей по звезде вообще. Да. Так, давай ботиночки оденем. Новые перчаточки. Что-то тут какая-то жопа вообще творится. У тебя с одеждой. Блин. На самом деле, я удивляюсь тому, что у нас все так плохо, да, с одеждой. Она так быстро ломается. Вы в курсе, что у нас уже 7 лет прошло в колонии? Очень быстро, ребят, все происходит в колонии. Прям реально очень быстро. Так, что тут у нас пердельник? Нет, фартучек, пожалуйста, надень. Вот, все. Смотрите, все отремонтировали за исключением ремня. А ремень мы потом поменяем на разгрузку. Кстати, еще и шахтерскую каску давай тоже оденем до кучи. Вообще замечательно. И даже, возможно, Рязака ни на что больше жаловаться не будет какое-то время. Сисикака, давай займись ремонтом. Шизяка у нас непонятно. Давай вот займись тогда, наверное, пошивом чего-нибудь. Ну, она очки делает. Да ладно, какое замешательство? Ну, серьезно. Ну, вот какое замешательство? Так, ладно, сейчас у нас как раз сюда до бумба возвращается. Надо сейчас пойти, наверное, дальше кого-нибудь порезать. В смысле, полечить, естественно. Поговори с ней за жизнь. Что-то не получилось, что ли? Не, получилось, походу. Да, Ротера отправляется и возвращается. Так, подождите. Значит, что у нас по суповому набору еще? Че тут суповой набор все заболевало вообще? Я что-то понять не могу. Нейна, давай убирайся тогда здесь. И меня интересует... Так, легкие... Блин, у него всего одно легкое. А второе мы просрали. Слушайте, а где делаются системы жизнеобеспечения? Система жизнеобеспечения делается на примитивном столе протезов либо на медицинском столе. А на обычном столе не делается. Ну, вот что за какашка? Объясните мне, пожалуйста. Почему так? Почему так, блин, странно? То есть на примитивном делаем, а на этом нет. Так, подождите. А мы наркоманию изучали уже или нет? Походу дела нет, потому что медицины я здесь не вижу. Да, как раз вот сейчас-то мы и собираемся изучать наркоманию. Это позволит нам делать медицинский стол. Видите, наркотики двигают прогресс. Ужас какой. Не слушайте эту гадость, не слушайте. Так, значит, что? Сюда давайте дверь поставим. А то у нас медицинский блок превратился непонятно во что. Нам нужны будут автоматические двери сюда и сюда. Здесь я все-таки поставлю, наверное, сейчас хладокаменную батарейку из меди хотя бы. Давай сделаем. Губумба, вперед работать. И Хаосяка, давай, помоги Губумбе, надо сделать дверь. И что еще? Еще нам надо, естественно, здесь провести электричество. Холи мы ставим автоматические двери. Давайте мы кабели тоже сюда поставим. Так, и скрыточку, пожалуйста, чтобы все было прям вообще красиво. Ну и тем временем Шизяка у нас сделала очередные очки. Губумба, надеюсь, ты успеешь. Она постоянно работает, из-за этого никогда не успевает взять очки. Их скоммунизят обычно раньше, чем она об этом даже подумает. Отлично, значит, холодильник готов. Мы ждем только пока один кабель нам тут закончит. Блин, Губумба, закончи, пожалуйста, кабель. А то Хаосяка все притащил или притащил, я не помню. Вот, но ничего не подключил. Короче, здесь у нас будет минусовая температура. И можно будет хранить различные там органы, которые, допустим, портятся. Ну что, ребят, наверное, на этом мы будем с вами заканчивать. Я думаю, что в следующей серии мы будем заниматься уже вот этими полями. Здесь сделаем комнату для животноводов. Здесь перенесем, наверное, вот эту комнату все-таки сюда. Потому что для нас самое главное это оптимизация на данный момент. Очень много времени тратится на всякие перебежки. И это надо все как-то решать. Ну и электричество, на самом деле, тоже очень важно. В общем, жду ваших лайкосиков. Также пишите комментарии. Ребят, пожалуйста, вот какой-нибудь фидбэк. Потому что когда ты видишь, допустим, 2500 просмотров. И там 200 лайков. И там 50 комментариев. То ты понимаешь, что получается, что этот следующий видос имеет смысл снимать для 250 человек. Нужен просто фидбэк, на самом деле. Просто хочется как бы понимать вообще, нужно снимать продолжение. Или не нужно. Или можно забить и снимать что-то другое. Вот, если вы все-таки хотите, чтобы я продолжал, то поддержите канал-то. Это ж не так сложно сделать. Ну а с вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова